В сибирском нефтяннике день финалов. 9 января участники чемпионата Омской области по легкой атлетике в закрытых помещениях выявляли достойных. И вот теперь лучшие из лучших спорят за награды турнира в финальных забегах и попытках. На беговой дорожке золотой забег на 800 метров среди девушек. Несколько раз сменялся лидер, а вот на финише успешнее остальных оказалась молодая перспективная мичка Наталья Крикун. Программа чемпионата Омской области по легкой атлетике традиционно очень разнообразна. Метание диска, прыжки в длину, тройной прыжок с шестом, забеги на 200, 400, 800 метров. И несмотря на то, что у всей страны новогодние каникулы, легкоатлеты работают. Мы привыкли уже за столько лет, это для нас вполне нормально. И в связи с тем, что вот так рано старты у нас, ну никто Новый год так сильно-то уж не отмечает, как все нормальные люди. Мы пашем, вот прям 1 января у нас зарядка, допустим, 2 января уже нормально была тренировка здесь. Конкуренцию омским ребятам составляют сельские атлеты. Таврический, Черлакский, Любинский, Омский районы также выставляют своих спортсменов. В спортивном споре рождается претендент на попадание в сборную команду региона для участия в чемпионате Сибирского федерального округа. 25 человек попадут в список. Я думаю, что у нас будет достаточно количества призовых мест и победителей, и чемпионов. То есть результаты достойные? Ну да, судя по результатам, показанным на чемпионате области. Если спортсмены и в Иркутске покажут эти результаты, то я думаю, они, то есть без вопросов, у нас будут победители и призеры. Итак, после двух дней чемпионата Омской области по легкой атлетике победители и призеров определили почти в 20 видах соревновательной программы. Атлетов наградили памятными призами и дипломами регионального министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта. А у тех 25 счастливчиков и по совместительству сильнейших спортсменов области следующий старт 17 января. В Иркутске на чемпионате Сибири ребята будут бороться за титул короля и королевы легкой атлетики.